Евпатерийские налоговики вместе со своими коллегами из разных регионов страны отметили профессиональный праздник – День работника налоговых органов Российской Федерации. Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 25-летия Федеральной налоговой службы состоялось в конференц-зале пансионата «Планета». На нем присутствовали представители городской власти, руководство Межрайонной и ФНС России номер 6 по Республике Крым, а также начальники отделов, их заместители, инспектора, главные ведущие специалисты-эксперты инспекции. В торжественной церемонии принял участие исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым, советник Государственной гражданской службы Российской Федерации первого класса Роман Ноздрачев. В этом году налоговые органы Российской Федерации отмечают скромный, как считается, первый юбилей 25 лет. За годы развития налоговых органов Российской Федерации мы прошли очень большой путь от счет и бумажных носителей до облачных технологий. Но чтобы долго не вдаваться в подробности, хочется все-таки немножко приземлиться на солнечную крымскую землю, что нам удалось достичь за полтора года вместе с вами. Основная задача, по мнению руководителя Федеральной налоговой службы, налоговыми органами по Республике Крым выполнена. Мы с вами не уронили налоговую базу. Более я вам скажу, что она приросла и довольно существенно, в том числе благодаря нашей с вами совместной плодотворной работе. Межрайонная инспекция номер 6, ну и в том числе город Ихпатория, отличается слаженным взаимодействием с органами местного своем управления. Это, говорят, и показатели вашей работы. Что касается законодательного собрания, то нам еще предстоит работа в следующем году по приведению в соответствие местных налогов и сборов нормам российского законодательства. Роман Борисович поблагодарил евпатористских коллег за профессионализм, стойкость, любовь к работе и наградил ценными подарками за безупречную службу и в честь 25-летия Федеральной налоговой службы, заместителя начальника Межрайонной и ФНС России номер 6 по Республике Крым Инну Колесник и директора филиала МАЯК ФБЛПУ Днепр Любовь Беляеву. Грамоты управления Федеральной налоговой службы России по Республике Крым получили специалист первого разряда отдела обработки данных Екатерина Медведская, ведущий специалист-эксперт отдела учета и работы с налогоплательщиками Лина Кузьмина, специалист первого разряда отдела учета и работы с налогоплательщиками Алена Хачатурян и ведущий специалист-эксперт отдела камеральных проверок номер один Евгения Червякова. Глава муниципального образования, председатель Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко поздравила работников и ветеранов Межрайонной Федеральной налоговой службы номер 6 города Евпатории с профессиональным праздником и 25-летним юбилеем Федеральной налоговой службы. Олеся Викторовна наградила грамотами за высокую степень ответственности, инициативную работу, профессионализм при выполнении должностных обязанностей начальника Межрайонной ФНС России номер 6 по Республике Крым Игоря Крабчука, начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками Андрея Косенко, заместителя начальника отдела кадров и безопасности Сергея Оверкина, заместителя начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками Татьяну Терешок и директора филиала МАЯК ФБЛПУ Днепр Любовь Беляеву. Олеся Харитоненко вручила также благодарности группе сотрудников инспекции. Слова признательности в адрес налоговиков прозвучали и от заместителя главы администрации города Евпатории Валерия Батюка. Мне очень приятно сегодня представлять администрацию города Евпатории от имени главы администрации Андрея Владимировича Филонова, от заместителей финансо-экономических служб, от всех бюджетных отделов управления. Поздравить вас с праздником, пожелать вам крепкого здоровья, сказать о том, что уже здесь прозвучали такие базовые и очень приятные, наверное, для всех нас вещи. Мне очень нравится, что было сказано о том, что вы очень влиятельная структура. И я этому, как представителю исполнительной власти, очень рад. Впереди очень большая работа, потому что город Евпатория один из немногих, который как туристический кластер будет развиваться. И те 10,4 миллиарда рублей, которые надо осваивать в 2015 и 2020 году, отчасти будут и под вашим контролем. Соответственно, в качестве налогов они останутся и в городском, и в крымском, и в, соответственно, в общероссийском бюджете. Конечно, я приветствую то направление, которое идет от вашей службы, разъяснительное, познавательное, информированное, та политика, которая проводится вашей службой. Давайте откровенно скажем, как и вы, так и мы, так и жители Крыма, будем говорить, жители Евпатории, еще, так скажем, не совсем окреплен во всех хороших финансовых коридорах, которые необходимо преодолеть индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу. И мне очень приятно сказать о том, что с 1 января 2015 года у нас отдохнуло полмиллиона в 138 коллективных средствах размещения. Я думаю, что, может быть, мы, как регион, совместно с вами, явимся тем инициатором, чтобы мы смогли подготовить такой пакет документов, который бы смог, наверное, в качестве, может, такого эксперимента, пилотного проекта, допустим, с 2017 года, о своеобразном таком налоговом обложении тех физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются туризмом и предполагают своей основной деятельности, работу по сдаче, так скажем, жилья в наем, остевых домов, пансионатов и так далее, тому подобное. Это очень большой источник средств, который может лечь в городской и республиканский, соответственно, российский бюджет. Валерий Васильевич от имени главы администрации города Евпатории Андрея Филонова вручил грамоты и благодарности за добросовестное выполнение должностных обязанностей, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником, заместителю начальника межрайонной ФНС России номер 6 Ини Колесник, заместителю начальника аналитического отдела камеральных проверок номер 2 Валентине Жидовой, главному государственному налоговому инспектору отдела камеральных проверок номер 1 Джамиле Сейд-Мамбетовой и другим сотрудникам инспекции. Начальник межрайонной ФНС России номер 6 по республике Крым Игорь Коробчук имеет большой багаж опытного руководителя и профессиональных достижений. Быть лидером, по его мнению, значит иметь смелость принимать решения, осознавать и нести за них ответственность, болеть душой за порученное дело и доверенный коллектив. Своё выступление хотелось бы начать с передачи вам поздравления руководителя ФНС Михаила Владимировича Бишустина. Уважаемые коллеги, 21 ноября ФНС отмечает юбилейную дату – 25-летие с момента создания. За это время страна прошла сложный путь от захватки основ нового российского государства до формирования его современного облика, включая налоговую систему. Все прошедшие годы налоговые органы динамично продвигались вперед и сегодня представляют собой сложнейшую технически и технологически развитую структуру, способную оперативно решать стоящие перед государством задачи. Главное достоинство Федеральной налоговой службы – это ее сотрудники. В налоговых органах работают ответственные, высокопрофессиональные, опытные специалисты. От их внимания, настойчивости, непримиримости к нарушениям зависит наполнение бюджета страны на всех уровнях. Предпринимательская активность, инвестиционный климат и стабильность экономики нашего и всего государства. Поздравляю нынешних налоговиков. Я хотел бы сказать отдельное спасибо сотрудникам, которые стояли у истоков налоговой службы, а также руководителям налоговых органов, которые на протяжении многих лет делали все возможное для становления и укрепления института налоговой системы. Благодарю вас за то, что вы сумели заложить фундамент для мощной структуры, которая сегодня успешно справляется с состоящими перед ней задачами. Желаю всем сотрудникам Федеральной налоговой службы России здоровья, благополучия, непрерывного творческого поиска, чувства удовлетворенности и веры в успех. С праздником! Сложно что-то добавить к словам руководителя, но хотел бы отметить тот путь, который мы с вами прошли за эти полтора года. Фактически нам пришлось работать, что называется, с колес. Мы в дороге и учились, и переходили на российские стандарты, и учили плательщиков, и учились вместе с плательщиками. Как сказал Роман Борисович, основное наше достижение – это то, что нам удалось не потерять налоговую базу. Конкретно по межрайонной инспекции номер 6, по сравнению с прошлым годом, с переходным периодом, точнее, у нас количество плательщиков уменьшилось в 2,5 раза. При этом в 3,5 раза у нас с вами увеличилась собираемость налогов. Собираемость налогов у нас составляет с вами 100%. Но самое приятное в этой ситуации, что у нас уплата на одного плательщика за 9 месяцев этого года в 3 раза увеличилась по сравнению с прошлым годом. И составляет на сегодняшний день 18 тысяч рублей с каждого плательщика. Это говорит о том, что у нас поменялся курс в работе с плательщиком. После стоки лек декларирования служба действительно стала в первую очередь сервисной. Это говорит о том, что у нас только в операционном зале, только такой функции, как электронная очередь, предварительная запись электронной очереди, воспользовались больше 900 плательщиков. Но я понимаю, как вам было тяжело, потому что действительно 80% наших сотрудников составляют женщины. Поэтому еще раз хочу выразить вам свою благодарность за ваш труд, за ваше понимание, за ваше терпение. В свою очередь, по случаю профессионального праздника, Игорь Вячеславович наградил дипломами и благодарностями большую группу сотрудников инспекции. Подарком для налоговиков стал праздничный концерт с участием известных артистов и танцевальных коллективов города, организованный Патерийским центром культуры и досуга. Очаровательная ведущая торжества Анастасия Шерстобитова тепло поздравила налоговиков с профессиональным праздником и пожелала, чтобы их личное счастье, любовь и благополучие не облагались никакими жизненными налогами, чтобы судьба дарила им побольше счастливых и радостных моментов. Концерт открыл артист оригинального жанра, фокусник-иллюзионист Виктор Добровольский, который пригласил всех в невероятный мир иллюзий, тайны, чудес, способных увлечь даже самого искушенного зрителя. Артисты школы восточного танца «Тысяча и одна ночь» руководителя Татьяна Голосовская исполнили танец длинных волос, а танцевальной студии «Столица» руководитель Анастасия Голешева – танцевальные композиции «Русский» и «Канкан». Аккордеонист-виртуоз Нидим Фазылов поразил своей артистичностью, профессионализмом и прекрасным эмоциональным исполнением. Как всегда ярко и талантливо выступали вокалисты Роман Гранкин, Георгий Морозов и Татьяна Кайзер. В их исполнении прозвучали песни «Слався», «Вечная любовь», «Чёртово колесо» и «Желаем». В конце торжества Игорь Коробчук поблагодарил исполняющие обязанности директора Центра культуры и досуга Анастасию Шерстобитову за помощь в проведении памятного мероприятия и от имени инспекции вручил ей грамоту за инициативную работу, высокий уровень ответственности и профессионализм. «Россия! Россия! В этом слове огонь и сила! В этом слове победы плана! Помимо России знамя!» «Россия! Россия! В этом слове огонь и сила! В этом слове победы плана!» «Россия! Россия!» «Россия! Россия!» «Россия!» Продолжение следует...